Глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги, разрешите представить мне сообщение об общих признаках и отличиях в идеологии, факторах риска и факторах прогноза двух, казалось бы, схожих локализаций злокачественных опухолей. Ведь опухоли относятся к наружной локализации и очень долгое время относились к прочим опухолям. Поэтому статистических данных долгое время у нас не было. Яна Владимирович Пробуховна в своей монографии 89-го года писала, что вульварлагалища и шейка матки имеют единый эмбриогенез и сбора генитального семейства. И предполагалось, что эти злокачественные опухоли будут иметь общую идеологию эмбриогенеза. Однако они отличаются и по частоте встречаемости, и по средней младшисти пациентов, которые заболевают этими злокачественными опухолями. Но в основе эти эмбриогенеза, эти полуопухоли, всего на сегодняшний день считается, что основное место занимает вирус в белого человека, отвечающий за 40% случаев рака губа и локальщика. Если мы обратимся к основам эмбриогенеза женских плавных органов, то в основном эмбриогенез совершается уже в 20-й неделе инвестиционного периода, и основные этапы его развития проходят с 12 до 20 недель беременности. Из верхних третей мюллеровых протоков формируются маточные трубы. Средняя часть сливаясь образует тело и шею матки, а нижняя часть формирует именно верхнюю треть локалища. Нижние две трети локалища формируются после слияния нижних отделов мюллеровых протоков и уровня ментального синуса. Половые угол превращаются в клитор, половые складки формируют малые, а половые валюты большие половые угол. И, как я уже сказала, в 22-й неделе инвестиционного периода формирование женских половых органов, в том числе и локальщика, завершается. В области локалища на сегодняшний день мы можем отнести большие и малые угловые губы, плиток, девственное приближение великой остатки, предвелие влагалища и правлевые протоколиевые железы. Те злокачественные опухоли, которые развиваются в этой области, относятся именно к злокачественному опухолю. Эпидемиологические данные говорят о том, что в труппурии заболеваемости женского населения ранг губы составляет не более 1%. Если мы рассмотрим структуру онкогинекологической заболеваемости, то доля этих опухолей не превышает 6%. За последние годы по всем авторитетным источникам, статистическим данным, отмечен рост как показателей заболеваемости, так и показателей смертности от злокачественных опухолей данной локализации. И возрастает распространенность рака вульвы среди молодых женщин из-за ассоциации этой опухоли именно с вирусом папиллом у человека. Если мы говорим о нашей стране, то в нашей стране точно так же в структуре онкологической заболеваемости женского населения рак вульвы не превышает 1%. По данным статистики 2015 года, абсолютное число заболевших в России не превышает 2 тысяч женщин. То есть это действительно достаточно редко встречающиеся опухоли. Однако по данным популяционного ракового регистра Санкт-Петербурга, который имеет данные заболеваемости, в нашем городе, в мегаполисе, за последние 3 года увеличилась заболеваемость почти на 40% этой локализации злокачественных опухолей. Более 80% заболевают женщины старше 55 лет. До 90% опухолей представлены плоскоклеточными формами злокачественного образования. И отличительным признаком этой опухоли является то, что независимо от того, что эта опухоль относится к наружной локализации, доступна всем методам обследования, до 60% этой опухолевой является уже в запущенных стадиях опухолевого процесса. Если мы посмотрим число заболевших раком вольво в различных возрастных группах, то в основном заболевают женщины возрастной группы 70-79 лет. Это наибольшее число в этих группах зарегистрировано заболевших раком вольво. Какие на сегодняшний день есть факторы риска развития рака вольво? Ну, это уже вирус папиллома человек, который был озвучен, и он отвечает за 40% развития рака вольво, случаев рака вольво. Но и другие вирусы являются фактором риска развития опухоли этой локализации. Это вирусы герпеса 6-го типа, цитомигаловирусная инфекция, вирус приобретенного иммунодефицита, который в 6,5 раз увеличивает риск развития рака вольво, и инфекции, передающиеся половым путем. Также фактором риска является возраст старше 50-60 лет. Существуют факторы риска, ассоциированные с соматическими заболеваниями, с репродуктивной системой. Курение в 3 раза увеличивает риск развития рака вольво. Те же факторы риска, которые нам знакомы в плане рисков развития рака шейки, матки, это низкий социально-экономический статус женщин, частая смена половых партнеров, отсутствие родов и так далее. Что на сегодняшний день тоже доказано, что, например, такое заболевание, как системная красная волчанка, увеличивает риск развития вольво в 3 раза. У женщин, которым были выполнены трансплантации органов, увеличивается риск развития рака вольво более чем в 100 раз. Также крайне важным на сегодняшний день рассматривается наследственный фактор риска развития плоскоклеточных форм опухоли, и опухоли вольво относятся также к этой группе заболеваний. Рак шейки, матки и цервикальная интерпетериальная неоплазия в анамнезе повышают риск развития рака вольво. И не случайно, что это происходит в связи с тем, что у нас существует общий фактор риска, такой как вирус папиллому человека. Если мы говорим о типах вируса папиллома человека, то наиболее существенно повышает риск развития рака вольво вирус папиллома человека именно 16-го типа. Он составляет порядка 32% ассоциированных с ВПЧ-инфицированными опухолями уровней. Вирусы иммунодефицита и вирус папиллома человека 16-го и 18-го типа лишь могут повышать риск развития опухолей вольво. У опухолей вольво существует морфологическая форма предрака, которая представляет собой интерпетериальную неоплазию вольво. И что интересно, что, например, интерпетериальная неоплазия вольво выявляется у женщин более молодого возраста. Это женщины до 50 лет. И как раз персистенция инфицированности вирусу папиллома человека у этой группы женщин составляет почти 90%, что полностью соответствует эпидемиологическим данным, таким, как известно на сегодняшний день, по раку шейки матки. Вирус папиллома человека 16-го типа составляет 32% в группе инфицированных, а причины, когда мы говорим о вирусах папиллома человека 33-го и 18-го типа, они уже менее значимы в плане патогенеза влагаечной интерпетериальной неоплазии вольво. А вот если мы будем оценивать состояние инвазивных форм рака вольво, то у этой группы пациентов инфицированность вирусу папиллома человека не превышает практически 20%. Риск прогрессии интерпетериальной неоплазии вольво в инвазивный опухолевый процесс даже после лечения приближается к 10%. Поэтому необходимо этих женщин наблюдать. И даже при интерпетериальной неоплазии легкой степени выраженности или первой степени существует риск прогрессии в течение 8 лет. Нас интересует не только фактор ППЧ инфицированности, но и длительная персистенция вируса папиллома человека. На сегодняшний день мы получили данные о том, что, например, пациентки, имеющие врожденные дефекты экспрессии толподобных рецепторов, как раз демонстрируют более длительную персистенцию папиллома вирусной инфекции, что тоже является дополнительным фактором риска развития опухоли этой локализации. Мы знаем, что курение является фактором риска очень многих онкологических заболеваний. И, как я уже сказала, курение в три раза увеличивает риск развития рака вольво. Более того, курение увеличивает риск прогрессии интерпетериальной неоплазии в инвазивный рак, снижает вероятность регресса ВПЧ-инфекции даже с учетом естественной истории течения интерпетериальной неоплазии и вируса папиллома инфекции вируса папиллома человека и увеличивает риск рецидива рака вольво. В одном из последних исследований было доказано, что системная красная волчанка также имеет риск повышения развития рака вольво. Мы привыкли, что очень много лет мы рассматривали крауроз вольво как фоновое или предраковое состояние вольво. На сегодняшний день по огромному спектру эпидемиологических исследований доказано, что частота развития рака вольво, инвазивных форм рака вольво на фоне крауроза не превышает 4-5%. Эти женщины наблюдали с течения длительного промежутка времени и исследования шли в 90-е годы достаточно широко. Таким образом, сегодня выделяют два патогенетического варианта развития рака вольво. Вольво – это ВВЧ-позитивный рак, который характерен для женщин более молодого возраста, базилиумный, канделоматозный и так далее. И ВВЧ-никативный рак, кератозный, который встречается в более старших возрастных группах, где ВВЧ-инфицирование, как я уже сказала, не превышает 20%. Локализация инвазивных форм рака вольво в большинстве случаев эта опухоль поражает большую половую губу, а мультифокальные поражения не превышает 5%. Что касается скрининга, то скрининг совершенно не информативен с целью более раннего выявления опухолей этих локализаций. В связи с тем, что эти опухоли не удовлетворяют требованиям скрининга Всемирной организации здравоохранения. С целью скрининга рака вольво необходим не только осмотр, но и обязательно морфологическая верификация диагноза. И цитологическое исследование недостаточно для диагностики опухолей этих локализаций. Факторы прогноза. Факторы прогноза достаточно типичны для всех онкологических заболеваний, в том числе для рака вольво. Это стадия заболевания, радикальность проведенного лечения, форма роста, метастатические поражения лимфатических узлов и распространение опухоли на соседние структуры. Размер первичной опухоли для рака вольво не является существенным фактором прогноза. Однако, значительно больший фактор риска является именно локализацией опухоли. И наиболее агрессивным течением отличается тот опухолевый процесс, который локализуется в области клитора. Благоприятным типом лечения обладают в основном опухоли, локализованные в области малых половых губ, а промежуточным на больших половых губах. Выделены отдельно факторы риска метастатического поражения лимфатических узлов при раке вольво. И в первую очередь это клинические признаки поражения лимфатических узлов, то есть увеличение их в размере, возраст пациента, степень дифференцировки опухоли, стадия заболевания, инвазия. И на момент первичного установления диагноза уже около 30% пациенток имеют клинические признаки поражения лимфатических узлов, что негативно будет влиять на прогноз лечения и течения опухоли этой локализации. Показатели пятилетней выживаемости больных раком вольво в среднем составляют порядка 50-60% после комбинированного лечения. При проведении только лучевого компонента лечения показатели пятилетней выживаемости снижаются до 30%. Если нет клинических и морфологических признаков поражения регионарных лимфатических узлов, то показатели выживаемости женщин со злокачественными опухолями вольвы приближаются к 90%. При поражении лимфатических узлов показатели выживаемости соответствуют 50-60%. Опухолевлагалища. Как я уже говорила, опухолевлагалища также относятся к редким опухолям и относятся к опухолям наружных локализаций в онкогинекологии. Этиология и патогенез раковлагалища во многом остаются неясными и в первую очередь из-за крайне низких показателей заболеваемости. Выделяют две группы раковлагалища в отличие от опухоли вольвы. Это первичные опухоли, которые составляют всего 20% от общих злокачественных новообразований влагалищ. В основном 80% представлено метастатическими опухолями, которые в большинстве случаев связаны с метастатическими изменениями опухоли органов половой сферы. 16% это метастатические изменения, связанные со злокачественными опухолями желудочно-кишечного тракта. В основном это колоректальный рак. По эпидемиологическим данным, даже в структуре онкологической заболеваемости женщин эта локализация практически не имеет своей значимости. Если мы говорим о злокачественных новообразованиях в онкогинекологии, то рак влагалища занимает от 1 до 3% по многим данным. И также в последние годы отмечается рост показателей заболеваемости. В России по данным 2015 года число заболевших раком влагалища составило 400 больных. В мегаполисе в Санкт-Петербурге по данным популяционного ракового регистра ежегодно раком влагалища заболевает не более 15 женщин. Если мы посмотрим число заболевших опухолями влагалища в различных возрастных группах, то мы увидим, что наиболее значимые цифры действительно прослеживаются в возрастной группе 60-64 лет. Факторы риска. На сегодняшний день известны следующие. Опять же, это вирус папиллома человека. Это возраст старше 60 лет. И что интересно, что, например, если женщина перенесла гистероктомию в анамнезе по поводу любых показаний, как доброкачественных, так и при инвазивных или инвазивных форм заболевания, то значительно увеличивается риск развития рака влагалища. Дисплазия и рак шейки матки в анамнезе. Курение, опять же, лучевая терапия, хроническая травма и такое состояние, как аденоз влагалища. Аденоз влагалища впервые был описан в 90-е годы, когда было отмечено, что порядка 1 трети молодых женщин, матери которых применяли во время беременности синтетические эстрогены, имеют повышенный риск развития рака влагалища. Аденоз – это всё-таки аномалия развития влагалища и характеризуется он наличием железистого эпителия во влагалище. Помимо синтетических эстрогенов на сегодняшний день доказано, что, например, такая методика, как лазерная вапоризация, используемая для лечения патологии шейки матки или аппликации 5-турорацила, могут повысить риск развития аденоза и, как следствие, повысить риск развития рака влагалища. Рак шейки матки является фактором риска развития рака влагалища и существует несколько механизмов, описанные с точки зрения объяснения этого факта. Это скрыто остаточная опухоль. Это развитие первично множественных раков, индуцированная опухоль, связанная с применением сочетанной лучевой терапии или лучевых методов лечения других, и метастатическая опухоль. В этом случае рак влагалища развивается через 5 и даже более лет после лечения рака шейки матки, что требует более длительного наблюдения этой категории женщин. Рассеянный склероз доказано, что явился фактором риска развития рака влагалища. Это публикация 2015 года. И если мы говорить будем об особенностях этой опухоли, то и так же, как и при раке вульвы, существует морфологическая форма предрака влагалища. Это вагинальная интраэпителиальная неоплазия. В основном опухоли представлены опять же плоскоклеточными формами рака, однако аденокарциномы могут составлять порядка 5%. Опухоли отличаются тем, что среди возрастной категории заболевают более молодые женщины именно светлоклеточными опухолями, о чем мы говорили в ракурсе аденоза влагалища. И существуют опухоли влагалища у грудных детей, которые имеют эндодермальное происхождение. В отличие от рака вульвы, первичных случаев, в которых выявляется более 60% в 3-4 стадии развития опухолевого процесса, более 70% женщин, первично заболевших раком влагалища, имеют первую-вторую стадию развития опухолевого процесса. К основным факторам прогноза течения рака влагалища относится стадия заболевания, размер опухоли, степень дифференцировки, локализация опухолевого процесса, распространение опухоли на соседние органы, наличие клинических признаков заболевания, возраст и общее состояние пациента. Наиболее благоприятная локализация развития опухоли в прогнозе рака влагалища является именно вход во влагалище и задний нижний полукруг. А наиболее неблагоприятной локализацией является передний полукруг входа во влагалище в связи с тем, что достаточно быстро в процесс может вовлекаться мочевой пузырь. Показатели пятилетней выживаемости, с учетом того, что мы с вами говорили, что первая-вторая стадия составляет 70% первично выявленных случаев, составляет в среднем 84%, для первой-второй стадии 75% при распространенном опухолевом процессе показатели пятилетней выживаемости снижаются до 50-60%. Таким образом, если мы объединяем общее и отличие в этиологии и эпидемиологии рака вольва и влагалища, то к общим признакам этих двух опухолей относится общий эмбриогенез, то, что эти опухоли относятся к редким наружным локализациям онкогинекологических опухолей и наиболее часто встречаются у группы пожилых женщин. Обе эти опухоли имеют морфологические формы предрака, но и отличаются они тем, что, например, рак вольвы имеет только первичные опухоли. Для рака влагалища в 80% случаев это метастатические формы опухоли и всего 20% относятся к первичным опухолям влагалища. Рак влагалища встречаться может у девочек и у молодых женщин, что крайне редко ассоциировано с опухолями вольвы. Рак вольвы до 60% в первичных случаях выявляется в запущенных стадиях заболевания. Рак влагалища в начальных стадиях опухолевого процесса. Общие отличия в факторах риска развития рака вольвы и влагалища и к общим признакам относятся возрастная группа заболевших, ВПЧ-инфекция как фактор риска и курение, которая значительно увеличивает риск развития этих опухолей. Однако отличия в факторах риска развития опухолей значительные. Это большее влияние вирусных факторов на развитие рака вольвы, инфекции, передающихся половым путем, эндокринные, метаболические факторы, репродуктивные факторы, которые учитываются в факторах риска развития рака вольвы. Также существует наследственный фактор риска плоскоклеточного рака, системная красная волчанка и группа женщин, у которых повышенный риск развития более чем 100 раз после трансплантации. Для рака вольвы отличительной характеристикой является то, что факторами риска являются дисплазия и рак шейки матки в анамнезе, лучевая терапия, хроническая травма и аденоз влагалища. И последнее, это общее отличие факторах прогноза. Общее объединяет эти локализации, что на прогноз заболевания влияет стадия локализации первичного опухолевого процесса, распространение опухоли и радикальность проведенного лечения. Отличительными признаками является то, что для рака вольвы размер первичной опухоли существенно не определяет прогноз. Спасибо за внимание.